От косметического ремонта в квартире Рогачёвых, который сделали два года назад, не осталось и следа. С потолка отвалилась почти вся штукатурка. Новую проводку залило водой. Вместо красивых обоев теперь обшарпанные стены. Общий ущерб, по словам хозяев, порядка 200 тысяч рублей. К таким плачевным последствиям привели майские ливни. С 1994 года я являюсь собственником этой квартиры. Ждали очень долго ремонта крыши. Были счастливы, когда нас включили в эту программу. Оказалось, с этим начались наши проблемы. В заложниках у непогоды оказалось ещё несколько квартир на пятом этаже. Но пострадавшие винят во всём подрядчика от фонда капитального ремонта. Дело в том, что с начала апреля в пятиэтажке проводится реставрация крыши. По словам самих жильцов, рабочие недостаточно хорошо подготовились к возможным дождям. Они плёнкой прикрыли, вроде как закрыли. Мы ещё подходили к соседям и говорили, закрывайте ребята, хорошо. Да, да, всё будет закрыто, всё сделано. Ну и что, и у нас, как первый дождь пошёл, всех нас затопило. Недовольство жильцов вполне оправдано. Сотрудники подрядной организации не отказываются от своих обязательств перед ними. Но всё-таки относят эту ситуацию к числу форс-мажорных. Мы покрывали, конечно, плёнкой. Но так как все знают прекрасно Ставрополь, город Ветров, не всегда нас может спасти. То есть мы затопили не все квартиры, а те квартиры, над которыми плёнка вывернулась из-за ветра. Короче говоря, из-за погодных условий всё это произошло. Работники, по словам подрядчика, сразу начали предпринимать всё для устранения потопа. Бригады работали даже ночью. Но полностью избежать ЧП не удалось. Итог – 13 пострадавших в разной степени квартир. С пятью из них вопрос уже решён. Ущерб возместили. Остальные – на очереди. Мы, конечно, обязуемся возместить. Мы уже, в принципе, начали это делать и продолжаем это делать. И как только наш процесс работы по основной части кровли завершится, мы незамедлительно приступаем к полному устранению всех проблем. Сейчас бригады подрядчика работают в ускоренном режиме. Обещают в течение месяца полностью отремонтировать кровлю. В фонде капитального ремонта уверили – оснований для переживаний нет. Подрядчик не получит оплату за ремонт крыши, пока не урегулирует вопрос со всеми пострадавшими жильцами. От подобных ЧП не застрахован никто. Но решение проблемы есть всегда. Не надо волноваться. Им надо спокойно набрать уполномоченного представителя по капремонту из своего дома. Можно набрать хоть представителю фонда капитального ремонта в любое время суток, даже ночью. И потом, после того, как эту информацию передают ответственному или подрядчику, туда обязательно выезжают наши сотрудники и актируют. Может быть, ночью не выйдут прям, а утром придут. Мы уже это все отработали. Будут составлены акты по затоплению с участием подрядчика, собственника нашей организации и представителя строительного контроля. Наша телекомпания будет держать на контроле вопрос с возмещением ущерба всем пострадавшим жильцам дома.